всем привет вы слышите императора византии алексиса 6 клапсуризму и которые в скором времени как мне кажется получит еще и прозвище индонезия борца блин тебя как болгаробойца к индонезии применить индонезии индонеза борца во индонеза борца напоминаю что спонсоры канала все серии сразу видят во вкладке сообщества спасибо им за поддержку кстати большое для всех остальных приятного продолжения просмотра уровень сложности божество сидмер civilization 6 и с режимом великих эпох называется на великое сейчас вот опять золотой упал упал поднялся золотой индонезия и корея в темном и как минимум вот один город у индонезии отвалился но это как раз в начале этого хода было отлично и корей тоже просто мы его не видим я даже не знаю стоит ли мне его захватывать например я думаю пускай этим занимается сама индонезия так мне надо вот набивать уровне пытаясь его юниты убить это вот этим я точно собираюсь заняться так смогу убить да и мне должны дать по идее 16 веры раз два три 4 5 да ну-ка да блин ну как так показывал что убивает же ладно скаутом не хочу убивать конечно же и знаете что и подмечника не хочу становиться давайте мы вот так сделаем так ну тут дуболомы тоже кстати на скорее всего не добьем повышение получили ладно так не хочу не хочу помогать с мечников и лучше немножко дальше так по сейчас будет заниматься тернате а я как раз буду катапульту мочить отлично все как доктор прописал так куда тут поперся дуболом но он мог только если туда отправиться давайте ага ну давайте пока так встану так тут мы собираем камень блин драму и поэзию зря практически открыл надо отложить давайте в оборонительную тактику пойдем ну потому что я и себя пирамиды достроя микро все-таки дострою три хода то у меня ускорится и как раз мне на этом месте надо будет театра лачку бахать так давайте вылечимся и потом я сюда вниз пойду я даже наверное от ну мечника чуть попозже 55 так лошади только у меня почему-то а давайте наверное и хочу посмотреть какие тут клетки да эта клетка не обрабатывается тут есть клетки с хорошими выхлопами так что тут можно вырубить равно в будущем здесь театра лачку будет два хода до пирамид так что этим конечно можно лес вырубить но как-то жалковато немного пока потому что здесь как раз вот эта клетка трапезундом обрабатывается явно я тут вырублю я уберу одну еду а с другой стороны трапезун то не растет нафига ему не да так так и я еще хотел посмотреть какие у нас новые курсы по и появились ли это было это было все осталось что было в прошлом по золотому веку ну вольнодумство пока нет смысла ставить 50 процентов кстати может мне поставить на хотя чё я одно чудо только сейчас достраиваю содержание а дальше я буду строить вообще я вот думаю строитель мне дальше я дальше буду строить театрал q так то есть пока у меня три тяжелых колесницы тут еще семь ходов коммерческий будет но я может в никее хотя и в никее я буду театрал q так насчет это можно убрать содержание юнитов минус 6 ну кстати кстати я думаю что содержание юнитов нормально тут пойдет так что содержание юнитов ставим здесь ну чудо уже нету смысла там два хода 15 процентов ничего не решает а тут все оставим как есть вот плюс 15 вход ну шесть шесть монет считай да ничего не не идет с юнитов так хорошо 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 так вот это ведь я тут поставил вот этот акведук и промышленную зону но это только при условии что здесь будет город стоять ну рис этим не менее все равно не хочу убирать так и думать что мне еще два заряда здесь номер надо сюда идти лошадей обрабатывать да пожалуй что-нибудь поторговать я все по единичке у нас ну заканчиваем я буду интересно вот тут что сейчас будет куда но эти вот эти должны между собой драться тут мечник вылечился а тут еще мечник ну конечно отлично вообще только сейчас средневековье начинаете все прошлым ходом вообще-то странно так ну давайте больше претензий я на трипхуану проголосую хотя тут не знаю и тоже против трипхуан и я как бы мне никому отправить это такие оба голосования которые мне просто даже если все про меня против меня сейчас проголосуется это вообще такие неизвестный игрок о-о-о трипхуан и тесно кто еще проголосовал за трипхуану или только я кто-то за сандока ну трипхуану за меня но сандок за трипхуану отлично отлично так тут вылечено я тут тоже наверное апну сначала наверно облачила про атаковать ладно мы будем катапульту мочить тут мы обрабатываем дано было про атаковать и уже следующим ходом апгрейдится блин так вот тут у нас лезет дуболом который не знает что у меня здесь тяжелая колесница к нему прибежит ну кстати если будут лучники у индонезии у меня будут проблемы вот то что она нафигачила зачем-то дуболомов там не только в плюс да и тяжелая колесница мед как тоже мне в плюс так что я хочу еще пообрабатывать но может здесь действительно шахту поставить не помешает абсолютно не хочу тратить деньги на выкуп клеток никаких инженерное дело но это я тут иду к машиностроение а ну собственно да ну собственно скоро мне как мне нужны деньги на арбалеты вообще-то так меня интересует куда там пошел дуболом я думаю что он пошел к этому лагерь ну в принципе я тогда могу пойти разведывать он вот тут пойдет тут его варвары скорее всего у контрапупят радостно тут конечно с одной стороны стоит вырубить но две еды тогда еда одна уйдет не хочу давать шахту наверно так ипподром готов мы сразу начинаем облиять театра театралку не открыл один ход так давайте отложим я думаю что я все-таки построю пирамиды и соответственно чуме тут порогает интересно соответственно смогу сразу театралки строить она чтобы не щас к не угнали это будет очень обидно за один ход подрубив два ресурсами даже не на что будет эту это производство потом потратить это кстати очень круто так катапульта к веду к мачу пикчу пирамиды у нас дополнительный заряд для всех рабочих явно будет и бесплатно еще рабочий да отлично кстати очень в тему мне это так ну что он тут значит у нас театра лачка до плюс 2 ну соответственно это она будет даже плюс 4 как-то в будущем если я тут и тут районы построю так здесь тоже сразу театрал очка почему я в театральную еду потому что он даже плюс 3 от центра города еще да а потому что мне нужна культура чтобы быстрее в так мы выйти вообще знаете я подумал вот с этой линии конечно так мы уже так мы крутой юнит но извините она заменяет рыцаря в которой в которых я где тут они а них их убрали вот стремя я в рыцаре на самом деле мог бы ну не знаю ходов через шесть по-хорошему уже выйти через ученичество правда еще ученичество пришлось бы открывать ну то есть на самом деле в рыцаре намного быстрее выйти чем в божественное право ну закатить еще и монархия будет между прочим так давайте мы на всякий случай а теологии давайте вот так что вообще надо для монархии теологии исторические хроники госслужба давайте через теологию пойдем по той простой причине вряд ли мне понадобится бонусы для священными священные места там по плюс один по моему это плюс 1 да это плюс то есть я эту карточку не буду ставить но есть шанс что мне кто-нибудь объявит войну чтобы бронетерную тактику ускорить исторические хроники я точно не ускорю я кампуса очень не скоро буду строить так а блин вы мне дадите хоть один юнит то убить сути он не атаковал моего лучника отошел зачем мне нужно убивать вин чтобы обращать что за что за индуизм блин какой-то уже тут а это индонезия основала индуизм ах вот так не дотягиваюсь не дотягиваюсь не ну вот этого я мочкану после эти 250 200 250 просто 250 во всех городах и сразу совете православия стала просто убивать но это чё-то это чё-то нездоровое давайте так встану этим сюда пойду знаете вот как можно было бы этот бонус византии уравновесить например чтобы если юнит византии погибает тогда бы отнималась религия византийская в городах вот это тогда было бы уравновешено так получается то есть быть вообще ничего не теряешь где иди любимый юнитами воюя с христовым походом это вообще трындец а вот когда попаду на территорию индонезии которые будут обращены ядом в мою религию с таким количеством как она сейчас юниты потеряет это будет вообще что-то так этот сюда идет шахту делать куда этого отправим какая тут клетка сейчас должна добавить два хода я бы здесь наверное даже вырубил бы овец а почему этом хотел выезут какой-то район хотел ставить коммерческий район наверное ну тут никея правда долго расти еще будет жилья нету да но месяц у меня пока не ну я переведу просто строителя туда но на самом деле строителями нефиг делать то есть я здесь делаю шахту здесь что рис я не хочу оброшу ткать и тут что присоединится два хода кукуруза а зачем мне кукуруза ладно поставим подождем так поехали исследовать территорию вообще кто-нибудь есть тут же должен кто-то быть почему я нашел только вот двух ребят снизу где вот люди отсюда где люди отсюда еще за фигня где народ причем я кати нашел рандомные цивилизации те кого я оставил фиг знает где мне кажется мне надо сейчас веру просто то есть убивать юниты получать веру и покупать поселенцев как она накопится 200 да и вот тут вот города ну вот сюда я хочу на все-таки город мне что-то кажется что здесь лучше будет то есть вот эта территория эти вообще пустая тут никого нету мне вообще никого бояться оттуда ты не прав так нр буду дальнобойных атак и в поврежденные юниты эти потому что это явно круто выглядит так вот этого мы убиваем и опять 250 сейчас будет да интересно вот дает а в какой в каком количестве клеток это вообще работает а и до этого не дотягивает кстати 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мне кажется в пяти клетках скорее всего что у меня такое ощущение так тут у нас холм тут город явно где-то вот здесь это вот такие клетки это второго радиуса клетки так а тут у нас равнина сюда можно становиться да лично ну это вообще не мой город и вот видите он отвалился и обратите внимание что у него хотя минус 10 а было написано в описании что там какая-то офигительная лояльность ну-ка вот вот это влияние со стороны вольных городов возрастает в пять раз то есть я думал что это как раз к тому чтобы под влиянием он никому не присоединился а тут получается что он что тогда значит это влияние возрастает в пять раз он же на меня не влияет это вот индонезия влияет ну короче мидага этот город даже можно не трогать он через 7 ходов просто сам ко мне присоединиться немножко что тогда влияние этих городов за стоит я как раз думал что это влияние возрастает для того чтобы он под влиянием никому не присоединил чтобы его именно захватывать надо было что-то странно а я пока не буду тут просто поставлю рабочего пускай стоит даже не знаю давайте тут жалко вот тут холмена на самом деле этого лучника сюда поставить ученичество ускорили ну а давайте подойду пока ничего не изменится либо сюда либо сюда кончу нет встанет и давайте не знаю скаутом я бы скаутом вниз куда-нибудь побежал сюда чуть смотреть он как бы там бессмысленно на самом деле так тут стоим ждем когда клетка присоединится деньги копим на апгрейд варбалетчиков так ну давайте хоть кто-нибудь это все черное море что ли не это рейку мы черное море рейку же не как-то разделены здесь разве интересно да блин так это я не заметил честно говоря вообще так ну что тогда сделать тут арену не хочу светилище мне кажется нафиг надо монумент монумент или тяжелую колесницу или вообще всадника в эти всадника сделаю пока пока это тварь отсюда ну начну делать они я хочу театральную конечно же в первую очередь о боже катапультой работает об а блин я забыл же с гонконгом воюю сорян ребята я ошибся ребята не трогайте кстати меня два храма построить наверно все-таки надо было светилище начинать делать блин а тут не пройти все хана скресим моему скауту сейчас мне еще эту разграбят ипподром я щас только заметил какой тут монумент посреди ипподрома ну как вы понимаете в реальной жизни он там но его просто не было бы видно он не может быть выше хотя слушайте но я я там был то не не может быть выше ипподрома ну серьезно в два раза причем судя по этой картинке кто очень странно это выглядит конечно да так ладно что и нам с этим рабочим делать ну давайте пока сюда встанем уметь тоже обрабатывать уже нечего какие клетки работают но клетки правильные работают даже ведь и можно золоченность убрать неужели убью кота да ё-моё да что такое е-е-е-е 18 так но это же не наш подождите а влиял ли этот там любого юнита или как она вообще работает и зонтия распространяется в ближайшие города когда побеждает вражеский вот кстати тоже не совсем правильно мне кажется что было бы правильнее я сейчас не заметил мы просто эти города не видели мне кажется что она должна распространять только на те города чьи юниты ты убила то есть если я убил индонезийский то есть распространилась на индонезийские ну например ну и на вольный предположим он как бы нейтральный а если берут это же хотя бьюзить можно в той же сетевой то есть например тебе обе те надо кого-то обратить те объявляют войну ты убиваешь юниты не того государства которую тебя надо обратить и обращаются тогда чужие но мне кажется там все таки как-то должно быть чисто тех юнитов которые ну того государства кому-то объявил войну наверное он присоединилась окно это кадессе присоединилась да если вы с одессы ставьте лайк хотя слушайте я чё-то задумался это наверное это предок эдессы нет посмотрел это современный турецкий город шанлы урф важный христианский центр между прочим но еще на мергать что-то вы и да вот это вот о что почему границы что происходит значит прекратила счет непонятно так о манте с а почему этот добегает убить а это колесец а стоп стоп почему у этой три хода а у этой 2 не понял почему этой колеснице 3 хода у меня же нету генерала никакого еще за фигня два хода два хода не я конечно убью этого дуболома но мне интересно откуда у меня три очка перемещения охренеть у меня это я уже 8 городов обратил свою религию причем из которых 1 2 3 4 моих то есть три города индонезийских в моей религии кайф не это какая-то нездоровая фигня все таки вот эта способность это что-то что-то нездоровое теперь смотрите просто смотрите так общую только что был крестовый поход а потому что этого города считай ну вот смотрите уже в тернете крестовый поход работает то есть я уже послушайте у него олигархия у меня должна быть олигархия у меня что же олигархия стоит а он политический район построил поставил карточку на плюс 4 для олигархи и она 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 поставила но я не думаю что это ей поможет так как бы мне так что это какашка индонезийская может мне разграбить что мне важнее если у меня железо куда денется или вино скорее вино да я бы хотел вино больше сохранить поэтому вот так встану так дальше ну давайте подходить тут потихонечку наверное стоит отсюзеренить гонконг чтобы мне не убила скаута давайте вот так я думаю все равно она еще и два счет к счету эпохи то есть может мне вообще его засюзеренить я карту открою наверное да вообще никого надо было больше цивилизации ставить так где тут руинка это руинка далеко я нормально гонконг вполне норм такая что кстати они там хотят мехико правительственную площадь обратите в веру ну в принципе все все возможно продавать плохой далековато чтобы на него вообще как-то влияло хотя вот эти мехико обратиться наверное и лохор начнет обращаться так что я открыл теологию мне надо святилище строить но я всадника все-таки дострою сначала поэтому давайте исторические хроники пока а потом уже вдруг мне корея войну объявит тебя очень сомневаюсь честно говоря интересно если я ее обвиню мне нафига на минуту мне дружить скорее вот именно сейчас можете подтолкнуть корею объявить мне войну давайте я ей я осудю что-то я вообще тут агрессивно помню в прошлой игре все только бы никто не напал только бы никто не напал а тут все сам войну индонезии сам всех это осуждаю так чем и тут начнем строить что у нас тут с кампусом плюс два плюс два плюс два все как-то как-то не очень что насчет ну не знаю в антиохии ипподром как-то освещенное место как плюс один плюс один плюс один полин даже не знаю содержание юнитов осушьте а может мне драмон пойти открыть мне два морских ресурса надо обработать но меня их вообще нету то есть не просто вообще нету никаких морских ресурсов так давайте откроем машиностроение пойду навигацию по звездам открывать а драма на судостроение но я бы гавань все равно построил я бы вот в одессе например и в антиохии не не коммерческие районы а гавани строил давайте верно здесь монумент мне кажется мне два священных места выше крыши вот он какой мир о чем ты этот проатаковал меня скаут вместо того чтобы играть ой а вот это больно может быть принобили убью ли я катапульту так во первых все равно 3 сушки не понимаю может это так не понимаю почему а его 3 такое ощущение что есть какой-то юнит который влияет на эти да какой откуда нет три перемещения это обычно так хорошо давайте посмотрим на не брала ли индонезия генералов пророк нет только индонезия брала только пророка хорошо крестовый поход никак не влияет случайно нет только плюс 10 вообще не понял откуда но вы наверное напишите в комментариях откуда здесь дополнительное движение у тяжелой колесницы обычно это генералы дают плюс одно перемещение наземным юнитом средневековья эпохи возрождения ну например это катине юнита средневековья но если бы был генерал но у меня у меня нету генерала если тут какой-то ходит генерал левый и так влияет на хорошо давайте еще в золотом веке посмотрим но это был и слушайте если золотом веке это как бы как-то влияло то было бы на все юниты они на 2 вот эти юниты да то есть а у этого кстати 2 то есть такое ощущение что вот тут что-то такое есть что влияет на эти два юнита на этот уже не влияет и на этот не влияет это какой-то баг мне кажется не может быть чтобы это так ну тут мы эти мир даже может постоять ну катапульта очень мало урона наносит юнитом пускай он стоит стреляет господи сколько сколько вот у них у нее урона просто интересно так мне подожди 35 а за счет чего но у него же по именно по городам круто мне паре 35 многовато с конники и обрабатывает так теперь мне надо за сия получается если тут три хода то я должен этот нет не смогу я про атаковать арбалет но я повышение ушей арбалет явно будет скорее всего этот этого лучника атаковать он может его убить 15 15 а у арбалета 30 разницы в 15 и плюс еще катапульта может лупануть если я сейчас катапульту не убивают у меня надо отходить а я не убиваю но я хочу прыгнуть просто увидеть что там просто хочу тут тяжеловато будет влазить то на холме но вот сюда он точно не попадает так мы вот так сделаем если я отойду то арбалет убьет эту катапульту знаете что давайте я вот сюда подойду с другой стороны арбалет может сюда подай вообще сначала будет ходить индонезия не я не хочу терять лучников это извините меня через два хода апгрейд в арбалеты у меня через два хода уже прокаченные арбалеты будут зачем мне это надо зачем мне терять крутые юниты так но акведуками только две два варианта кстати а вот тут вот тут акведук то нормально будет тогда вот сюда вполне хорошие себе промышленная зона встанет тем более тут нужно жилье в любом случае да давайте кстати так как она подумать каким юнитом я бы этим скорее сюда к винограду шел 10 ходов и 10 ходов долго ну короче тут просто встану вот так да здесь вырубаем лес и ставим акведук тут все равно жилье надо в эдессе так тут убива да ладно не умрет ну блин эх фак так я бы я бы наверное просто я конечно могу пойти на территорию гонконга и там лечиться но я боюсь что индонезия перекупит и тогда точно скаут у хана а я бы лучше тут полечился немного не буду до максимума лечиться храм махабудхи индонезия там вовсю себя но индонезии должно быть много кстати религии 222 стало по два за счет чего тут три блин это реально мозг ломает что за хрень просто не понимаю почему было три хода за счет чего плывет брасом махабудхи джибель баркал 126 науки у кореи до свидания уже в возрождении вот тут где-то может я зря типа обвинил корея так и что он тут строит кампус о хороший кампус для меня строит пусть и ну тяжело будет в индонезию лезть конечно трындец вот этот город для старта и отсюда уже к это в этот город видимо пойдем но там ко мне присоединиться четыре хода так есть всадники блин когда этот вулкан успокоится опять тут ничего нельзя наверно от а святилище да святилище не два храма надо но у меня еще вот открывать госслужба вряд ли меня будет 10 хоть где-нибудь до константинополь не может вырасти до 10 но 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 подождите могу ли я тут где-то ну акведук могу собственно но это будет плюс 2 да я смогу до 10 его вырастить ну давайте у меня сначала святилище потом акведук давайте так пока ну и театральную площадь еще когда это свалит чу вырла окружаем стоим мне хочется продык продык дымкать вот туда но также мне не хочется под а вот знаете что я тут постою не хочется под вулкан попасть и камень так гейское море мы сейчас примерно себе определим размеры это где это я габуста а это наверное гонконг тут ходит разведывает да средневековье так но это это все не надо мне и менять я тоже ничего не собираюсь содержание юнитов производства так хорошо высадился так ну попробуем ну видите тут сейчас нету плюс 10 то есть этот город обратно в индуизм обращен хорошо если мы вот так сделаем нет нет не обратилась ну тут далековато видимо так там будет дорого кстати апаться сто двадцать пять чё так много да ладно про тг дымкаем очень хочется посмотреть что тут но мне наверно надо это этот блин сто двадцать блин хочу этого скаута убить а мне не дают чё он там этот прется опять ну тут ему далеко наверное идти я пожалуй дальше пойду разведывать блин ну сейчас же будут извержение вулкана и хана так так тут постоим мне какой-то какого-то лучника надо апнуть я думаю что скорее все таки этого мне нормально мне плюс пятнадцать вход капает мне норм ну давайте очевидно пингалу продолжим да ну конечно цифры ну меня хотя бы с индонезии ну просто и воевать приходится а так конечно если сравнивать скорее у нас у нас все хреново просто о я я я я я я я ну я короче мой французский ну вот тут она даже ближе наверное чем Корея хотя тоже 72 72 79 вот с этой я бы подружился можно нет кинуть ресурс вообще ничего тут как это вообще хотя а что в каком она веке давайте глянем в темном очевидно что же какой-то город отвалился ну ка ну вообще пять городов может уже вернулся может они захватила обратно ну армия примерно как у меня блин пятьсот две силы в индонезии что она там как пирожки их клепает похоже так здесь все таки блин а что такое производство в трапезунде никакое ну 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 тут реально никакое блин может давайте пока пойдем тут хоть вот обработаю например этих коровок тут производство появится и может тут шахту сделаю потому что я тут не скоро буду акведук строить блин ну мне светилище надо больше чем рынок потому что уже скоро надо два храма будет строить так недостаточно жилья все верно недостаточно жилья все верно я здесь кстати смогу вот тут акведук например тоже вариант построить так ну что будет сейчас извержение или нет я уверен что будет уже как только мой юнит становится под вулкан происходит извержение ух ты там аж двое меня обстреляли иди ты нафиг со своим миром я пожалуй конем отсюда отъеду произошло извержение но в другом месте там где меня устраивает так плюс 100 к строительству оборонительных зданий ну мне как бы стены не нужны я бы ничего не меня о конечно я убью это вот эту тварину десяточка блин а что это то когда юниты убивают не подождите это вообще пантеон это не способность где мой пантеон уничтожено в пределах восьми клеток ну может сказать и добавилось я просто вот тут всплывающее плюс десять не было ну не знаю ладно сколько мне еще до поселенца еще двадцать так ладно этот коник бежит в никею тут мы этого выведем если этот решит высадиться так идем сюда я бы тут постоял подождал когда он я бы даже не становился сюда я подождал бы когда он достроит кампус и подошел бы раз она строит кампус и подождал бы разграбил его по-моему прекрасный план так ну мечника можно по обстреливать а куда арбалет делся ну и пофиг надеюсь он там с индонезией воюет зато не захватит мой арбалет так два хода и ну я не буду наверное разрушать этот город оставлю конечно стоит криво но тут по другому и не поставить не поставить уже было ну по обстреливаю мечи конечно сильнее лучника он меня тут нанесет урон но я буду постепенно отступать к этому пока стоим тут стоим понятно что этими юнитами я индонезию захватить не могу то есть война только для того чтобы прокачать их и при убийстве юнитов индонезии распространить религию то есть мы я сижу жду так я собственно поэтому и арены например не строю ой до свидания извините извините что помешал деньги прятать рис что-то не охота его обрабатывать я бы конечно лучше скотт обрабатывал но с другой стороны о чем я больше ничего не добавляется поэтому пошли к рису еще уж тут так монумент отложу на один ход и буду гавань строить так тут акведук там святилище построено население до 10 ну кстати я вполне могу попробую а так слушайте я тут уже недалеко у меня до монархии 15 ходов а если с ускорением блин я не знаю как мне тут храм в трапезунде тут вообще производства нету блин вот это плохо трапезун без производства а деньги мне беречь надо блин ты не че нормальное предложение железо 10 лошадей 10 железа за право прохода я даже еще до границы ее дойти не могу очень выгодная сделка да видите больно как мечник фигач ну мы тут отступим шо ж поделать гавань коник лечится тут просто стоим ой да тут больно мечник ударит ладно отойдем и кстати надо сюда уже заходить и в сам город попадать так вот тут я хотел шахту построить только чисто для того чтобы производство хоть какой-то в трапезунде организовать так там ребят там варвары не ходите туда там злые крокодилы навигация по звездам математика судостроения учени да это наверное ученичество рудник еще дополнительное производство даст нам туда надо в византийской империи вот чувак об меня убился и распространил религию я получил веру что-то тесно маловато а кто об меня убился здесь о зашибись ну присоединяем еще и 2 очка эпохи 10 ходов и мне не хватает оу мне не хватает 17 очков что-то мне подсказывает что-то мне подсказывает где-то я разуму контроля что-то мне подсказывает что в этот раз я все-таки в темный век свалюсь и потеряю 40% городов ну а скорее всего это значит 2 2 города отвалится это будет больно ну я думал добавится сила ну ладно сколько интересно в моей религии 6 а в индуизме тоже 6 у меня 6 а вот чуть тернати перестал быть в моей религии 1 2 3 4 ну 4 и видимо 2 индонезийских очевидно да кажется мне все-таки я в темный свалюсь а вот это будет так это никей отбегала ну не знаю наверное из тернати надо блин ну в тернати проблема в том что тут тут даже акведук мы не сможем поставить надо амбар ставить тут жилья нету вообще на производство чисто ну да мне надо вот тут дорога чтобы была так что отправлю из тернати так я вот просто думаю что с этой овцой обработанная овца в пустыне это очень мало ресурсов стоит ли вообще с ней что-то делать я бы ее вырубил для какого-нибудь района так что я бы просто этим рабочим ничего не делал о а это кстати по-моему не французские нет француз да французские границы таракотовая армия неизвестный игрок 2 очка 10 ходов 16 очков требуется да слушайте ну это тяжело будет вот это будет тяжело когда будет отваливаться город то есть мне надо сразу подготовиться но я так понимаю что отваливаться будут самые мелкие видимо тот же тернати и наверное эдесса какая-нибудь вряд ли антиохия да ты надоела какой мир о чем ты ты умрешь когда-нибудь о никея может себя считать очагом культуры так Константинополь до 11 как долго он будет расти до 11 вот такой у меня вопрос если вот так делать 4 хода это 9 мне надо до 10 чтобы он вырос 4 хода 9 то есть мне наверное стоит все таки госслужбу так открывать так а здесь надо будет лес вырубать под храм да я госслужбу своим ходом открываю вау православие путь к спасению на жителей джамбис не зашло озарение еще три к счету так если я так буду обращать города я может быть и набью себе надо отступить пускай за мной идет и мы следующим ходом тогда двумя лучниками сможем его лупануть у меня вряд ли будут деньги на апгрейд но вот когда я арены мне надо до открытия божественного права начать арены строить и закончить их ровненько то есть у меня вот тут арена тут арена только две арены да ну как минимум две две тагмы я смогу получить другое дело мне надо будет интересно заниматься своими отвалившимися городами или все таки византийскими потому что византия тоже вполне может отвалиться у византии тоже все может отвалиться вполне блин наверное все таки в трапезунт потому что тут два производства мне не так еда нужна сколько производства чтобы амбар построился и появилось жилье Корея ни с кем там не воюет нет какие то плохие отношения а Франция вообще только Корею знает да слушайте очень очень широкая карта она была больше юнитов больше цивилизации ставить миакульпа производство 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 везде не хватает жилья на самом деле так я уже набил ну слушайте конечно вот сюда надо было бы в Константинополе купить ну я уже решил что я до десяти не успею правильно блин тут четыре хода до девяти только я госслужбу так вот так давайте в Константинополе покупать я понимаю что он еще и культуру с наукой дает но я иначе буду блин я вот сейчас задумался я же поставлю этот город и он отвалится смотрите я сейчас куплю поселенца это один ход но он довольно быстро сюда дойдет с другой стороны тут жилья не будет он не будет расти а как мне этот город потом забирать и я больше городов поставлю больше у меня отвалится сорок процентов ой как сложно то блин тут конечно акведук бы шесть единиц но с другой стороны мне хочется этот лес оставить тут иначе производства особо нету может все таки амбар блин тут арена здесь одиннадцать ходов будет строиться может я тут начинать уже строить потому что два храма я построю то есть по идее через семь ходов уже может быть божественное право открыто кстати это еще очки эпохи будут давайте я тут наверное все таки арену начну уже слушайте а джумби это случайно не священный город Индонезии сейчас мы посмотрим не стало ли у меня больше от таксис нет не стало то есть священный город Индонезии я еще не обратил как замечательно приехала катапульта ну этот не может я бы наверное сюда всадником прискакал чтобы как раз с арбалетом расправляться так значит тут нам нужен храм так то он строится долго но мы подрубим 4 ну 4 хода норм то что надо так 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 там гонконг куролесит наверное я сюда куда-нибудь пойду пойду вон ту ту территорию исследовать господи сколько у гонконга юнитов был бы гонконг рядом с Индонезией я бы попытался ну хотя 570 золото наверное вряд ли я бы изыскал пойдем сюда глянем что там так как ведук в Одессе можно вырасти немножко и собственно гавань или блин надо было ну я могу как бы ипподром в любой момент построить знаете я бы в антиохии вот тут ипподром строил ну в смысле не сейчас а к моменту чтобы появилась тагма понимаете да тут ипподром а где в Одессе тогда ну в Одессе где-то вот здесь то есть для театралочки чтобы это место было вот тут как раз виноградик добавится я видите я хотел покупать поселенца но теперь не хочу по той простой причине что оставлю город и он отвалится а с другой стороны мне уже только 9 ходов 9 очков осталось хм за 8 ходов я кстати выйду в тагму то есть это 4 очка я за тагму получу между прочим в этой эпохе это интересно так ученичество я открыл ну математику наверное я бы все таки водяную мельницу где нибудь построил скорее всего в антиохии но мне в антиохии надо будет ипподром строить сколько тут будет ипподром строится 4 хода в Одессе 9 значит нам надо будет здесь покупать рабочего подрубать под ипподром здесь он своим ходом достроить потому что у меня нет денег апгрейдить сейчас нет денег апгрейдить тяжелую колесницу в тагму то есть мне надо захватывать города Индонезии чтобы за счет захвата проапгрейдить то что у меня есть а за счет ипподрома я построю юниты которые не будут требовать у меня содержания никакого так наверное лян лян назначу в Одессу там буду когда она сядет тогда и буду покупать ну пока пускай строится ладно ну и на этом я наверное закончу серию в принципе все идет по плану если не смотреть на цифры Кореи но я думаю что это что это за идея компьютера почему он вместо того когда он тут стоял хотя бы проатаковать этого лучника он решил встать на территорию абсолютно без защиты леса и холмы хотя бы ему защиту давали нет мы становимся на территорию где нету защиты абсолютно никакой под двух лучников которых он видит как это работает вообще в чем идея такого мува была трындец просто нет слов ну на этом на этой возмущенной ноте заканчиваю серию напоминаю спонсоры могут прямо сейчас смотреть во вкладке сообщества продолжения для всех остальных оно появится завтра спасибо что смотрите всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и потом